Я рад, что вы снова с нами. Сегодня мы продолжим серию проповедей об Ионе. Когда Бог призвал Иону проповедовать покаяние жителям Неневии, Иона посчитал, что они не заслуживают Божьего прощения. Поэтому он сел в корабль, который плыл в противоположном направлении, а Бог вызвал сильный шторм. Вскоре Иона оказался в океане, в животе у кита. Но знайте, что штормы в вашей жизни не для того, чтобы вы поплатились за свои грехи, а для того, чтобы развернуть вас от ваших грехов. С этого места мы и продолжим говорить об Ионе, но только после коротенького видео. А как насчет моего служения? Кому много дано, с того много и спросится. Поэтому я подвержен дисциплине. Я не слушал и упустил что-то. Я даже не знал, что это называется грех бездействия. Я не исполнил мою миссию, поэтому теперь меня ждет осуждение, или лучше сказать, изменение. Но чтобы поднять меня, тебе нужно сперва сломить меня. Когда корабль начал разбиваться, мне пришлось выйти из печки и заняться переоценкой личности, переоценкой ценностей. Затем я понял, что это я. Я – причина моих несчастьй. Я сам загнал себя сюда. Твои исправления – лучшее отвержение. Господь, не позволь мне утонуться в этом океане греха из-за непослушания и эгоизма. Прости за непослушание. Но я разбит, и не могу это исправить. Но чтобы исправить ситуацию, я вначале опускаюсь на колени. Три дня и три ночи я провел в чреве кита. Кит – это символ дисциплины. И теперь я могу бросить мои грехи в море забвения. Так и произошло в моей жизни. Круто, правда? Этого молодого человека зовут Данте. Мы нашли его благодаря нашей миссии в Белгей. Он был одним из первых детей, которые начали общаться с нами. И сегодня он следует за Божьим призванием и служит Богу. Классно. А вы – часть его истории. Я рад, что вы сегодня с нами. Хочу поприветствовать все наши церкви. Сегодня мы продолжим говорить об Ионе. Но перед этим я хотел бы сказать, что мы с Джули очень любим вас. Всю эту неделю мы молимся за вас. Мы молились о том, чтобы вы по-новому открыли для себя Божью благодать и благоволение. Мы хотим, чтобы вы учились ходить в этом, а также чтобы ваши сердца были наполнены надеждой и уверенностью в том, что Бог за вас. Именно с таким отношением я хочу перейти к теме об Ионе. Книга Ионы находится в Верхом Завете и названа она «Честь Пророка Божьего». В прошлый раз мы узнали, что Бог сказал Ионе пойти в город Неневи и сказать его жителям, чтобы они обратились к Богу. Им нужно покаяться или они будут страдать. Ионе не понравилось Божие повеление. Он не хотел этого делать. Он думал, что лучше знает, что нужно делать. Скорее всего, он думал так, потому что они не ведь они были злыми. Они были варварами. Они делали просто несказанные вещи со своими врагами. Это были зверства. Иона думал, что эти люди заслужили гнев Божий. Если кто и заслужил Божий гнев, так это не невитяне. И Иона решил не идти в Неневию. Но перед тем, как осуждать Иону, попробуйте его понять. Это то же самое, если бы Бог сказал вам пойти в лагерь к террористам и проповедовать им об Иисусе. Мы и от меньшего отказываемся, поэтому перед тем, как осуждать Иону, попробуйте понять его. Попытайтесь увидеть в этой истории то, что коснется вашего сердца. Итак, Иона пошел в противоположном направлении. Он сделал разворот на 180 градусов и отплыл в Таршиш. Но его непослушание стоило ему очень дорого. На прошлой неделе мы узнали, что непослушание уведет вас дальше, чем вы хотите. «Будет держать вас дольше, чем вы хотите, будет стоить вам дороже, чем вы готовы заплатиться». Итак, Иона сел на корабль, а Бог послал сильный шторм, чтобы привлечь его внимание. Мы говорили о том, что цель шторма была не в том, чтобы убрать его из игры, а вернуть его в игру. Тоже можно сказать и о нашей жизни. Когда вы бежите от Бога, Бог посылает к вам шторм с вашим именем. Но смысл шторма не в том, чтобы отомстить вам, а чтобы вернуть вас к тому, что Бог имеет для вас. Он желает не отплатить вам, а вернуть вас. Иногда мы выбираем свой путь и думаем, что он самый легкий. В прошлый раз мы говорили, что когда мы хотим пойти по легкому пути, дьявол тут как тут. У него уже готов корабль. Как только вы собираетесь удалиться от Бога, тут же появляется корабль, который идет в противоположном направлении. И вначале вам будет просто не слушаться Бога. Но так будет не всегда. Если мы выбираем легкий путь, то мы что-то упускаем. Другие терпят из-за нас потери, а еще это очень нелегко. Всегда придется платить цену. Запишите где-то. Самый быстрый путь к задержке в вашей судьбе — это непослушание. Самый быстрый путь к задержке в вашей судьбе — это непослушание. Кто-то сейчас должен сказать «Да, так и есть». Все мы проходили этот. И так иону бросили за борт. Он тонет, и Бог велел киту проглотить его. Рыба — это не наказание, а Божие обеспечение. Это было не возмездие, а спасение. Иногда. Вам будет казаться, что исправление — это Божие наказание. Но это не так. На самом деле это его обеспечение, чтобы развернуть вас из неправильного направления в правильное. Поэтому не считайте это наказанием. Это Божие обеспечение. Считая эту историю, люди часто фокусируются не на том, что нужно. Мы фокусируемся на рыбе. Это вообще реально, чтобы человек прожил внутри рыбы три дня? А что это была за рыба? Кит, может быть? А какой кит? Мы начинаем задавать все эти вопросы, будто бы Бог не способен на чудеса. Мы пытаемся выяснить, возможно ли это с научной точки зрения. Если это кит, то ему нужно время от времени всплывать на поверхность. И мы задаемся этими безумными вопросами. Если в Библии есть чудеса, то это куда серьезней, чем понять, какая это была рыба. У нас есть Бог, который своим словом создал мир. Он сделал так, что земля начала дышать. Оглянитесь по сторонам. Он дал нам Спасителя, который родился от Девы и прожил безгрешную жизнь, умер на кресте и через три дня воскрес из мертвых. Поэтому в том, что Бог послал кита присматривать за идиотом, нет ничего особенного. Иисус тоже упоминал эту историю в 12 главе Евангелия от Матфея. Вокруг Иисуса собрались люди, и они говорили, «Иисус, покажи нам какое-нибудь чудо или знамение». А Иисус им ответил, «Род нечестивый всегда ищет знамение. Но вы получите только знамение Ионы». Иона три дня был во чреве кита, и также Сын Человеческий будет три дня во чреве земли, но потом воскреснет. Иона уехал в Таршиш, потому что бежал от воли Божией. А Иисус пришел с неба на землю, чтобы исполнить волю Божию. Иона три дня провел в чреве кита за свое непослушание, а Иисус провел три дня во чреве земли за наше непослушание. «Кит выплюнул Иону через три дня, чтобы дать ему второй шанс, а земля вернула Иисуса через три дня, чтобы дать второй шанс нам». Ну а вы благодарны за этот второй шанс? Некоторые из вас не рады этому. Но что же сделал для нас Бог? Он заслуживает нашего внимания и признания. Многим из нас близка история Ионы, потому что все мы попадали в ловушку наших плохих решений. Абсолютно все. Из-за своих решений и выбора мы тоже попадали в ловушку. Некоторые из вас находятся в ней сейчас, и сегодня я хочу поговорить о трех изменениях, которые могут вывести вас из ловушки. Прославьте его! Как-то не похоже, что вы радуетесь, хлопаете просто из приличия за то, что он сделал для вас. Ну что же, если мы посмотрим вторую главу, где мы остановились на прошлой неделе, там сказано, «И помолился Иона, Господу Богу Своему, из чрева кита». Решил заняться своей молитвенной жизнью. «И сказал, «Господу возвал я в скорби моей». И он услышал меня. «Из чрева преисподней я возопил». И ты услышал голос мой. Разве не прекрасно знать, что даже когда вы все испортили, вы все равно можете воззвать к Богу. Как же это круто!» Затем он говорит, «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря. И потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мной. Я сказал, «Отринут я точей твоих». Однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Некоторые из нас не там ищут помощь. Мы думаем, «Почему мы не получаем нужную помощь? Почему не можем вырваться на свободу?» Потому что мы не там ищем помощь или обращаемся к людям, но они не способны нам помочь. Это может только Иисус. Итак, самое первое, что нам нужно изменить, это изменить свою позу с помощью молитвы. Речь о том, чтобы начать смотреть вверх. Но когда мы опозорились, мы склонны смотреть вниз. Когда мы сделали то, чего мы стыдимся, то мы обычно принимаем такую себе позу. Голова и плечи опущены, и мы не хотим смотреть вверх. Но я хочу сказать, если вам стыдно, то знайте, что Бог не будет вас стыдить. Иисус тоже так делает. Когда вы делаете что-то плохое, Иисус не думает, «Как тебе не стыдно?» И вот вы подавлены. Вы внизу. Он пошел на крест, чтобы забрать у вас весь этот стыд. Да, в послании к римлянам, в восьмой главе сказано, что тем, кто в Христе, нет осуждения. Иисус забрал все это. Поэтому, когда вам стыдно, не сидите так и измените свою позу. Смотрите вверх. Когда мы сделали что-то неправильное, нам стыдно. И мы отдаляемся от Бога и от Его Церкви. Мы отдаляемся и убегаем. Но не бегите от Бога. Измените свою позу. Посмотрите на Бога. Только Он может вытянуть вас оттуда, куда вы себя загнали. С самого начала человек бежал от Бога. Вспомните Эдемский сад. Адам и Ева ослушались Бога, и написано, что они убежали и спрятались. И в этой истории, и во всех остальных историях Библии, дальнейшие действия Бога весьма примечательны. Он не сказал, ну ладно, живите как хотите. Это ваш выбор. Нет. Что Он сделал в истории с Адамом и Евой, и с Ионом? Он бежал за ними, догоняя их. Думаю, сегодня Бог пытается догнать кого-то из вас. Он зовет вас, поэтому не нужно стыдиться. И измените свою позу. Посмотрите вверх на Бога. Мы по своей природе склонны смотреть на проблемы. Если мы попадаем в проблему, то начинаем ее изучать. Мы ее анализируем, говорим о ней, переживаем за нее и позволяем ей не давать нам спать по ночам. Затем мы звоним друзьям и рассказываем о проблеме. Но Библия не говорит смотреть на проблемы. Вместе давайте скажем то, что сказано в 104-м псалме. «Ищите Господа и силы Его». «Ищите лица Его всегда». Всегда смотрите на Господа и всегда ищите Его. Тут не сказано. «Смотрите на проблемы и на обстоятельства, изучайте плохой прогноз врача, смотрите на банковский счет». Нет, тут сказано смотреть на Господа. То есть нам нужно изменить то, куда мы смотрим. Нам нужно переключить свой взгляд ситуации на Спасителя. В одном из псалмов сказано «Возведу мои очи к горам». Откуда помощь моя? Помощь моя от Господа, Творца неба и земли. Поэтому я буду смотреть вверх, а не вниз. Там мне никто не поможет. Смотрите вверх, смотрите на Бога, но не позволяйте вашим промахам тормозить вас, потому что Бог может использовать их для вашего возвращения. Мы знаем, чем заканчивается эта история. Знаем, что будет дальше. Знаем, что Иона пойдет в Неневию и обратит целый город к Богу. Этот промах мог остановиться его, но стал причиной для его возвращения. Таких случаев в Библии много. Вспомните апостола Петра. Он трижды отрекся от Христа перед тем, как Христа распели. «Я не знаю этого человека. Я его не знаю». Он трижды отрекся от него. Огромный шаг назад для человека, который заявлял, «Иисус, я с тобой». Но через некоторое время именно его использовал Иисус, чтобы начать церковь и проповедовать в день Пятидесятницы, после которого началось пробуждение в Иерусалим. Иисус использовал эту ситуацию для его возвращения. Вспомните Лазаря. Лазарь умер. Большего шага назад просто не бывает. Он лежит в гробу и разлагается. Но это не шаг назад, а ситуация, которую Бог использовал для его возвращения. А вы можете чувствовать себя мертвым, но не позволяйте вашим промахам остановить вас. Господь, используй этот промах для того, чтобы вернуть меня в игру. Измените свою позу и смотрите наверх. Во-вторых, нам нужно изменить наш взгляд с помощью хвалы. Свой взгляд на ситуацию можно изменить с помощью хвалы. Вторая глава Ионы — это молитва. И по ходу молитвы Иона начинает славить Бога. Он говорит «Ты Бог, который слышит мои молитвы». Он цитирует в этой молитве некоторые псалмы. Когда вы в животе у кита, то не можете достать айфон и искать местописание. Поэтому нужно наполняться Словом Божиим. Если Слово будет внутри, то оно выйдет наружу, когда вы будете нуждаться в нем. И вот Иона цитирует эти псалмы и начинает славить Бога. И все это меняет его взгляд еще задолго, до того, как изменилась вся ситуация. Девятый стих, он все еще в очреве кита. Но вот что он говорит. «А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Он говорил это верой. Я думаю, что он даже пел эти слова, мол, «У Господа спасение, ты надежда моя». У него был там вечер поклонения. В животе у кита он славил Бога. Он сделал то, что нам нужно делать. Позвольте хвале захватить вашу проблему. Позвольте поклонению захватить ваши волнения. «Буду славить его, буду славить всегда». Мы умеем волноваться, но когда начинаются волнения, нам нужно начинать славить. Когда вы начинаете славить посреди проблемы, то ваша хвала станет проблемой для вашей проблемы. Я вам это гарантирую. Когда вы переключаете свой взгляд с проблемой на истину, надежду, Слово Божие о том, какой Бог, вдруг ваша хвала становится проблемой для вашей проблемы. Вы больше не можете концентрироваться на проблеме, потому что вы сконцентрированы на величии Бога. Поймите, что я в первую очередь проповедую себе, а не вам. В моей жизни часто бывают моменты, когда я говорю себе «Тот!» «Себе нужно уйти в свою комнату и начать славить Бога, потому что ты не на том сконцентрировался». У меня есть молитва, на которую я уже много лет жду ответа. У меня есть такая ситуация, глядя на которую, мне кажется, что я иду на дно. Бывают моменты, когда я молюсь с бизнесменами из нашей церкви, когда у них все плохо. Но если я начну говорить «О, брат, как все плохо», то что это им даст? Ничего. Но если я начну провозглашать истину Слова Божьего и говорить «Никакое оружие, сделанное против вас, не будет иметь успеха», так говорит Бог. Библия говорит, что мы больше, чем победители, поэтому придется побеждать. Если Бог за нас, то кто может быть против? Давид писал «Почему смущаешься, душа моя?» «Подейся на Бога». Кому-то из вас нужно закрыться в комнате и начать пророчествовать самому себе. Вам нужно изменить канал, который вы слушаете. Бог приходит на вашу хвалу. Это 21-й Псалом. «Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля». Бог живет среди хвалы своих людей. «Скажите сейчас это громко вслух». Он приходит, когда вы начинаете славить его. Посмотрите далее на 10-й стих. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Это случилось после того, как взгляд Ионы изменился. Это случилось после его вечера хвалы в животе у кита, после того, как он изменил свою позу. Он больше не смотрел на себя или на свои желания. Он начал смотреть на Бога. Это случилось, когда Ионы переключился на хвалу и сказал, «Ты Бог, а я нет. Я буду следовать за тобой и за твоим планом, и буду делать то, что хочешь ты. Я буду доверять тебе, ибо тебе виднее». Именно тогда Бог изменил его обстоятельства. Я прошу вас, не заставляйте Бога привлекать ваше внимание таким образом. Он привлечет ваше внимание. Возможно, даже сегодня он пытается достучаться до кого-то. Не заставляйте его привлекать ваше внимание так, как это было с Ионы. В его жизни и жизни других начался шторм, потому что он пошел своим путем. Он играл с Богом. И вот вопрос. Бог получает все ваше внимание? Он действительно Бог в вашей жизни? Или для вас это просто игра? Вы просто играете в церковь, приходите в воскресенье, молитесь и поете, а в пятницу отрываетесь, как демон? Как вы к этому относитесь? Вы серьезны в своем хождении с Богом и послушании Ему? Правда в том, что у всех нас еще есть сферы, в которых мы не подчинились Ему. Но мне нужно решать, подчиняться Богу или дальше жить по-своему. Если я продолжу жить по-своему, то Богу придется привлекать мое внимание не очень приятными способами. Не обязательно, что вас проглотит кит. Хотя мы же во Флориде. Поэтому если вы бежите от Бога, то держитесь подальше от воды. Шутка. Но не совсем шутка. Может, вы бежите от Бога в какой-то сфере. Может, Он говорит вам что-то. Четко и ясно. Как это было с Ионой. Но вы Его игнорируете. Может, Он говорит вам, «Не беги от своей семьи и брака. Я хочу, чтобы ты был верным». Возможно, вы сейчас в отношениях, а Он говорит, что этот человек вам не подходит. И вы это знаете. Возможно. Вы общаетесь не с теми людьми. И они плохо на вас влияют. А Он говорит, «Тебе нужно найти правильных друзей, которые научат тебя делать правильный выбор. А ты держишься за эти старые отношения, которые тянут вас вниз. Бог дает вам понятное слово, а вы Его игнорируете». Возможно, в вашей жизни есть какая-то зависимость или твердыня, и вы пытаетесь разобраться с ней своими силами, но понимаете, что у вас ничего не выходит. А Бог говорит вам, «В церкви есть люди, которые помогут тебе с этим, но тебе нужно открыться им. Помощь доступна вам, но вы прячетесь от нее». Что Бог говорит лично вам? Какое четкое повеление Он дал вам, но вы все делаете по-своему. Почему бы вам не развернуться, пока не стало очень тяжело? История, которую мы разбираем сегодня, это история о Божьей благодати. И сегодня Он говорит вам, что никогда не поздно стать тем, кем вы должны быть. Никогда не поздно развернуться, даже если вы уже внутри кита. Иона поменял свой взгляд на ситуацию, и кит вернул его на берег. А дальше идет самый сильный стих во всей книге Ионы, и, может быть, во всем Ветхом Завете, 3 глава, 1 стих. «И было слово Господне к Ионе вторично». Разве это не прекрасно? Слово Господне пришло к Ионе во второй раз. Это Божья благодать. Бог говорит, «Иона, я дам тебе второй шанс». Сегодня? Бог говорит нам с вами, «Я дам тебе второй шанс». «Я дам тебе новую надежду и новое предназначение». Бог говорит Ионе, «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в этом городе, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господне. Конечно, пошел. Подумайте. Ионе нужно было время, чтобы собраться, отмыться от рвоты Китая, пойти проповедовать. Наверное, он постоянно слышал в своей голове, «Ты подвел Бога». Я уже говорил вам, что Бог не будет стыдить вас, но есть тот, кто любит делать так. Ваш враг любит это делать. И вы это знаете. Каждый раз, когда мы с вами оступаемся, он тут же начинает, «Ты снова подвел Бога». Как Бог может снова использовать тебя? Какой с тебя толк? Возможно, он говорит вам, «Ты попробовал это христианство, и ничего не получилось». Он будет говорить снова и снова, «Но не позволяйте своим промахам дисквалифицировать вас». Вы не можете позволить неправильным решениям дисквалифицировать вас. Не пропустите свою судьбу. Из-за того, что вы пошли в обход, вернитесь обратно. Не позволяйте своему прошлому лишать вас будущего, которое есть у Бога, и он мог бы заняться самобичеванием. Если вы фокусируетесь на прошлом, то это стоит вам вашего будущего. Поэтому не фокусируйтесь на прошлом, извлекайте из него уроки, но не попадайте к нему в плен. Если вы будете держаться за свое прошлое, то прошлое начнет держаться за вас. Третье изменение, которое нам нужно сделать, самое важное, но и самое сложное. Измените свой путь с помощью послушания. Вы можете молиться и славить сколько угодно. Но пока вы не развернетесь и не начнете идти за Богом, пока вы не развернетесь и не последуете за Его планом, то вы никогда не придете туда, где вам нужно оказаться. Нам нужно изменить свой путь и следовать с Божьим инструкциям. И сегодня Бог обращается к каждому из нас. Если ты пошел в неверном направлении, тебе нужно развернуться и пойти в новом направлении. Хорошая новость в том, что развернуться никогда не поздно. Божьи пути приносят жизнь. Я понимаю, что все на разных отрезках пути. Поэтому я и люблю Слово Божие, потому что оно говорит ко всем сразу. Некоторым из нас нужно изменить лишь свою позу. Вы перестали смотреть вверх. Вы чувствуете себя подавленным. Но сегодня вам нужно начать смотреть вверх. Держите свой взгляд на Иисуса, на том, кто проведет вас через все это. Кому-то нужно изменить взгляд на ситуацию с помощью хвалы. Вы говорите негативные слова о своей жизни, о своем браке, бизнесе или здоровье. Эти слова лишь придают дьяволу сил. Вам нужно закрыть рот и наполнить его хвалой Богу. Начните провозглашать в вашей жизни, кто Бог. Это изменит ваш взгляд на ситуацию. Ваша хвала станет проблемой для вашей проблемы. Если вы отдаляетесь от Бога из-за чувства стыда и вины, за какое-то непослушание, то я предлагаю вам изменить эту ситуацию. Не отдаляйтесь от Бога, а повернитесь к Нему. А затем измените свой взгляд. Пусть ваша хвала станет проблемой для вашей проблемы. Потому что Бог обитает в хвале своего народа. И последнее. Не упустите свою судьбу из-за того, что вы пошли в обход. И измените свой путь с помощью послушания. История Ионы — это история прощения, надежды и благодати. Она напоминает нам о том, что нам не убежать от Божьей благодати. Если вы хотите пережить Божью благодать и милость в своей жизни, то я поведу вас в молитвы. Просто повторяйтесь за мной. Дорогой Господь Иисус, спасибо за то, что Ты любишь меня так сильно, что не даешь мне пойти моим путем. Сегодня я поворачиваюсь к Тебе. Прости мне все мои грехи и сделай меня новым человеком. Я обещаю следовать за Тобой всю мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Мы, как церковь, всегда готовы поддержать вас в вашем хождении с Богом. В нашей церкви никто не будет вспоминать вам ваше прошлое. Мы будем вести вас в будущее и ободрять вас на этом пути. Я приглашаю вас в церковь общения со Христом. Мы готовы поддержать вас в вашем духовном росте. Время и место наших собраний вы можете узнать на нашем сайте. Мы очень любим вас. Пусть Бог благословит вас. Смотрите наши программы и до встречи.